Уголь и быстро готовится. Или же на улице они продают потом эти початки жареные, печеные. Но вот эта вот работа, она связана как раз с отрывком, когда я делала цикл «Ведение Древней Мексики». Это вот танец лягуара у подножия Сейве. Сейва у них священное, огромное, гигантское дерево. У него огромный корм внизу, то есть его обхватить, наверное, людям невозможно, если это уже старое дерево вздревое. И с другой стороны бог леса с топором, и вот шагает по корням этого дерева. Почему это дерево священное? Потому что у него очень глубокие корни, и они спускаются к подземным водам. И говорят, значит, что духи, подземные духи могут подниматься и спускаться, значит, наверх, в лес, и потом опускаться в лес. Ритуальные танцы очень интересные. Они очень были развиты раньше, сейчас, конечно, все начинают глянуть эти все традиции. Ну, вот такие маски интересные делаются, одежды. И все это было буквально до начала прошлого века, еще можно все это видеть было. А потом все больше и больше как бы отходили от древней религии. Ну, я когда была вот в Чичико-Станавле, вот как раз вот это вот гора, там на этой горе стоит камень, древний камень, на котором приносили в жертву людей. И вот они на этом камне до сих пор приносят в жертву богам и полятся. Вот такие шаманы, они, значит, приносят в жертву кур. Как мне сказали, если курицу, ты бутылку в водке. И он тебе все, твои эти злые духи, все с тебя снимет и тебя очистит, очистит, вообще и спасет. А это иллюстрация, значит, Копуль-Бух, это книга народов, как бы, Библия Майя. История жизни народа Кичи, какого Майя. Ее нашли в Гватемане, вот эту книгу, и ее, в районе, это главное, ее перевел в испанский язык, в Монако. Он ее нашел, перевел в испанский язык и написал. И так по этой книге тоже начинается очень интересно, что в Северной, в Северной была только вода. И был Коп-Ураган, значит, со своими помощниками Молния и, значит, Ураган, Молния и еще что-то. Вот, и они, значит, заметили, что в воде сидят двое богов, мужчина и женщина. И они произнесли слово, все началось слово. Первым было слово, что надо сотворить землю. И вот эти вот дуги, мужчины и женщины, начали сотворять землю вместе с этим Ураганом. И сделали сушу, потом сделали сучу. Вот, и приступили к созданию человека. Но тут они терпели множество неудач, потому что не знали, с чего сделать человека. Сначала они его сделали из дерева, но было извержение вулкана, пожар, и все сгорело. Потом они слепили из глины, но были сильные ливни, потом, и все растаяло. Потом хитрая лисица принесла им зернышко, очень вкусное, вот, от кукурузы. И они решили, что, может быть, сделать людей из кукурузы. И вот приступили к созданию этих людей из кукурузов. Но вот в этой легенде, значит, есть еще и история о том, как вот эти боги, они сражались с богами темного мира. Шибальба у них такая была подземная, где были злые боги. Вот, и они очень любили играть в мяч. И вот по диноземным, двое богом, они прекрасно играли в мяч, и их заманили в эту шибальбу, отобрали у них их мячи, их снаряжение и убили. Но они не совсем погибли. Они вот превратились в такое дерево, на котором выросли тыквы. И пришла принцесса из Шибальба, она услышала из любопытства, что необыкновенное дерево с прекрасными плодами. И решила сорвать этот плод. А ей плоды вдруг отмечают. Это, говорит, не плоды, это черепа. И, говорит, ты не боишься. Она, говорит, не боюсь. Ну, ладно, говорит, тогда протяни кверху руку. Она протянула руку, и череп плюнул ей на руку. И, значит, эта слюна быстро высохла, ушла в нее. И она зачала двух близнецов, которые потом победили злым парюбаком. И вообще в конце всей комиссии один превратился в мягу, другой в солнце пошел. Ну, интересная очень история. А здесь, ну, здесь у меня просто фантазия по поводу мексиканских.